У листопаде некоторые белорусы у своих паштовых скрынях знайдуть новые квитанции. У них будет адлюстрована сумма отриманной безнаявной жильевой субсидии. Например, на Хомельшине претендовать на такую державную допомогу смогут каля 15% жихаров. Субсидии предоставить только на оплату основных жильево-коммунальных послуг и нагадаем только при их нормативном споживании. Это значит, что расходовать, например, электроэнергию альбо газ можно кольки за угодно, а для державную допомогу будут наличать в ответности с их нормативным споживанием. Безназначная жилищная субсидия предоставляется на оплату части основных жилищно-коммунальных услуг, к которым относятся техническое обслуживание, очтение на капитальный ремонт, это плата за услуги горячего-холодного водоснабжения, отопления, канализации, плата за услуги газоснабжения. К этим услугам относятся электроснабжение, которое потребляется на освещение квартиры, на бытовое электропотребление. А життяуляться такая допомога будет по двух принципах. Выявленным, значит, автоматично, и заявленным, самостоянно. В первом случае это тучится наступных категорий граждан. То, что касается выявительного принципа, то право на начисление этой безналичной жилищной субсидии имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, установленные в государственном сроке, и получающие эту пенсию, но не работающие. Кроме этого, имеют право на получение безналичной жилищной субсидии по выявительному принципу те граждане, которые являются инвалидами и не работают. Не работающие инвалиды. Кроме этого, у этих граждан в составе семьи не должны быть работающие члены этой семьи. Остатние громадяне для отрывания допомоги повинны завернуться в ответные инстанции. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службу субсидирования с соответствующим пакетом документов. К этим документам относится документ, удостоверяющий личность гражданина. Это и паспорт, это свидетельство о рождении и другие документы, в том числе и пенсионное удостоверение. А также те сведения, которые содержат информацию о совокупном доходе семьи. Документы, которые дают право на отрывание безнаявных жильевых субсидий, придется периодично обновлять. Той, кто будет отрывать допомогу по выявленным принципам, должен это делать раз в квартал, по заявленным раз в полгода. На протягу Кострышникова у всех жильево-коммунальных господарков з'явятся отделы субсидирования. Туда, кроме подачи документов, можно накеровать и свои пытания, что тычутся нюансов предоставления безнаявных жильевых субсидий.